Сегодня у нас очередной рабочий стол для жизни и работы под названием ВИДЖ. Не знаю, насколько подобные сервисы могут различаться в принципе. По мне так можно остановиться на Figma Jam, ссылка на скринкаст в описании, но может быть ВИДЖ вам понравится больше. Заглянем. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сервис условно-бесплатный, ну то есть на бесплатном тарифе вполне можно работать. Ограничение в два со-редактора не так страшно, поскольку если вы расшарите доску, редактировать ее могут все, у кого есть ссылка. А так как ссылка предельно сложна, трудно представить, что к доске подключится кто-то чужой. Но если информация предельно конфиденциальна, возможно, придется брать платный тариф. Тут у нас темплейты, с которых можно начинать работать. Честно говоря, так как приложение предельно простое, они мало чем различаются и сделать то же самое самостоятельно можно за 5 минут. Это подобие доски Kanban. И вот как она выглядит в готовом виде. Какой-то странный рисунок. Непонятно что это. Да, это и не важно. Это у нас карточки. Вы их заполняете и перемещаете по мере продвижения задания. Ну, в общем классика. Сделаем то же самое самостоятельно. Внизу пять инструментов. Текстовая карточка. Рисунок. Чтобы рисовать два раза кликаем и настройки. Цвет и толщина линии. И эластик. Все. Далее удобная достаточно фишка. Загрузить собственный файл. Объект. Форму объекта можно менять. Никогда не понимал этих звездочек и треугольничков. Зачем они нужны. Но, наверное, тут работает специфика восприятия. В каждом подобном приложении есть как минимум десяток подобных звездочек и треугольничков. Ну и, собственно, последнее. Лист. Это то, что вот тут вот в качестве подложки. Лист. Здесь можно добавить его название. Ну и все. Добавляем еще один лист. Меняем название. Цвет. И закидываем на подложку. Добавляем еще один лист. Это у нас будет сделано. И также закидываем в планы по работе. И последняя промежуточная стадия. Также вставляем между ними. Доска готова. Заполняем. Выбираем лист. Нажимаем вот на этот плюс. И он предлагает вставить текст, рисунок, загрузить файл, вставить объект или новый лист. Добавляем текст. Значит нужно сделать скринкаст по видж. А еще онлайн курс по Obsidian. Скажем, онлайн курс у нас в работе. Это правда не так. Я его еще не начинал, но обязательно сделаю. Ну и кроме того, что вы видели, здесь можно добавлять связи между всеми объектами. Если выбрать объект, появляются такие черные точки. И из них можно вытянуть стрелку. То есть можно вытянуть стрелку из доски, а можно из конкретного текстового блока. Все. Соединили. Теперь можно двигать объект, стрелка будет следовать за ним. Можно менять наконечник. Ну то есть указывать направление. Сейчас нейтральная связь. Можно добавить стрелку на конце и как бы одно будет вытекать из другого. Также можно изменить ширину линии, вид и даже цвет. Ауди у нас вытекает из скринкаста по видж. Ну уж не знаю каким образом, но очень хотелось бы верить, что связь тут есть. А из курса по Obsidian у нас вытекает план курса по Obsidian. Кроме всего, что показало, это все, что здесь есть, тут есть еще комментарий. И возможность что-либо нарисовать. И то и другое рано или поздно пропадет. Самоустранится, дезавуируется, подвергнется транклюкации. Ну и в целом все. Больше рассказывать то не про что. Хотя нет. Еще вот такая полезная штука – ссылка на объект. Даже если вы находитесь в какой-то другой доске, а тут собраны все доски, к которым у вас есть доступ, вы можете вставить эту ссылку. Вот, кстати, это они для примера вставили. Типа смотрите, что вы можете. Да, можете. И вы уже знаете как. Так вот, вы можете вставить эту ссылку куда-нибудь и при переходе по ней вас перебросят не просто в ту доску, из которой вы ее взяли, но и конкретно к этому объекту. Чунь. Вот так вот даже подсветили. Ну и все. Тут все ваши доски. Не только созданные, но и те, к которым вам дали доступ. А тут настройки по данной конкретной доске. Собственно, раздача прав. Дать доступ человеку, который не зарегистрирован в ВИЧ, вы не можете. Чаще доступ все-таки дают, просто человека не пускают без регистрации и его заставляют сначала зарегистрироваться, а тут даже пригласить не дают. А здесь вы можете сделать доску публичной, также определив уровень прав. То, о чем я говорил вначале. Редактировать могут все, у кого есть ссылка. Если вы оставите доску закрытой, на бесплатном тарифе вы сможете добавить к редактированию только двух человек. Сделав этот скринкаст, понял, что обзор подобных инструментов уже тянет на полноценный плейлист, который незамедлительно и создал. Ссылка в описании. Смотрите, анализируйте, выбирайте. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.